МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как же актуален этот фильм для сегодняшней Америки? С желанием нового президента США, конечно же, не поспоришь. И если он задумал возвести новую гигантскую стену, оплатив ее с помощью самой Мексики, то, наверное, так оно и будет. Проблема дешевой рабочей силы, которую поставляют страны, менее успешные в экономическом плане для стран более развитых, это известная и старая проблема. Люди всегда стремятся туда, где лучше, и готовы пахать там за маленькие деньги по местным меркам. Для многих не секрет, что история Мачете-Кортеса – это типичная история наемника, коих в реальной жизни очень много. Грязную работу ФБР и ЦРУ также выполняют специалисты и из той же Мексики, за сумму гораздо более меньшую. Вот таков и Мачете. И то, что его наняли на рынке нелегалов, выполнить грязную работенку по устранению сенатора – это некий пародийный стереотип, так как люди, которые бегают в местах наема, за грузовичками в поисках работы, готовы практически на любое предложение. Помимо буйства огня и крови, сплетенного в вихре эксплуатационного кино, фильм не так уж и прост, как кажется на первый взгляд. Да, здесь есть штампы лент завсегдатой в Грайндхаус кинотеатров, как в техническом плане, так и в сценарном. Был момент, когда Роберт Родригес запустил трейлер Мачете в день празднования победы мексиканских войск в битве при Пуэбле. В США это сочли разжиганием расовой ненависти. Хотя господа американцы не очень любят вспоминать, кто стрижет им газоны, сидит с их детьми, моет посуду в кабаках и выполняет практически всю тяжелую и грязную работу. Был ли этот фильм своеобразным манифестом Роберта Родригеса, я не берусь утверждать однозначно. Но изрядная доля горькой правды в нем есть. И помимо сцен с Линдси Лохан, в ленте есть шокирующие кадры того же расстрела, перебежчиков границы американскими, в кавычках, псевдопатриотами. В США всегда была и останется страной эмигрантов, которые сделали ее такой, какой мы ее видим сейчас. Я не спорю, что в настоящее время Мексика является основным иностранным поставщиком марихуаны, кокаина и метамфетамина в США. А мексиканские наркокартели доминируют на оптовом незаконном рынке наркотиков в США. Далеко не лучше люди попадают из Мексики в Соединенные Штаты. Но Мачете-Кортес не из их числа. Родригес прописал этот типаж еще в начале 90-х. А исполнителю главной роли Денни Трехо так хотелось потрясти зрителей своей актерской игрой, что он день и ночь звонил на мобильник Родригеса, подгоняя от того начать съемки. Кстати, отсюда и родилась знаменитая цитата Мачете. Так как на вопрос Родригеса, «Почему ты мне звонишь ночью?» вместо того, чтобы прислать смс-ку, Денни Трехо съязвил, «Мачете не смсит». Роберт Родригес в то время, помимо Мачете, работал над хищниками. И, говорят, съемки этих двух лент постоянно пересекались даже на одной съемочной площадке. Чтобы немного разгрузить режиссерские полномочия, Родригес позвал мастера на все руки, Итана Маникиса, который и монтажер, и мастер по спецэффектам, и в массовке может постоять, и порежиссировать. В общем, настоящий мексиканский мужик. Съемочная площадка, надо сказать, оказалась местом встречи старых коллег, которые не раз снимались вместе. Например, Дон Джонсон и Чич Марин, или тот же Трехо и Стивен Сигал. Сигал вообще ухватился за эту возможность, как за спасательный круг, ведь фильмы с его участием давно уже не крутились в кинотеатрах. Но и надо сказать, здесь он был в своем амплуа. Старый, добрый, жесткий актер одного образа, Нико, из которого ему уже никогда не выйти. Актриса Мишель Родригес в картине сверхбрутальна. Но это и не удивительно, так как в тот период она полностью раскрепостилась, и как актриса, и как человек, рассказав миру, что женщины занимают в ее жизни не последнее место. Джессика Альба, хоть звезд с неба в актерском плане и не хватает, но она прекрасно разбавляет раскаленного до красна мексиканца Трехо своей природной женственностью. Стоит отметить, что в картине в эпизодической роли появился и сын Дэнни Трехо. Его можно наблюдать рядом с актером Дэрилом Сабарой, рыжеволосым мальчуганом из «Детей шпионов». Теперь о жестокости в ленте. Согласитесь, что одно и то же можно показать в совершенно разном свете, так сказать, под разным соусом. Соус оказался жгучим чили, мать его весьма пикантным, а не гребаной горчицей на раскисших пельменях. Жесткость и убийство в лентах о мачете возведено в наивысшую степень. Но как художник, как режиссер, Роберт сумел удержать всю жесть в рамках. Наверное, секрет кроется в более ранних картинах Роберта, а точнее его сотрудничеству с Тарантино. Все знают, что в жизни эти два мастера дружат, сотрудничают, и творческое влияние друг на друга они, естественно, оказывают так же, причем очень давно. Так что, в принципе, думаю, это было ожидаемо, что картина будет кровавой, но умной и уважительной по отношению к эксплуатационным фильмам. Практически все спецэффекты для этой картины были сделаны на студии Родригеса, и он лично провел немыслимое количество часов, участвуя в создании цифровых эффектов. На этот раз его друзья из Кенби Эффектс Групп делали для него хищников, так что кровь большей частью была цифровой. Музыкальные темы в киноленте почти восхитительны. Музыка меня не то чтобы зацепила, но она оказалась весьма и весьма к месту. Отразила, так сказать, дух самой Мексики и экшена. Я совсем забыл упомянуть про участие в картине уроженца города Питтсбург по фамилии Савинни. И вот знаете, когда я смотрел картину впервые, я нисколько не удивился тому, что он там есть. Было бы удивительно, если бы его там не было. Мачете нашел своих зрителей и оброс армии фанатов, причисливший фильм к картинам доказательства смерти и планета страха, снятых в подобной стилистике. Показать проблему, обернув ее в обертку искрометного трэша, это Родригесу удалось. Сделав фальшивый трейлер к их совместному с Тарантино проекту в 2007, Родригес снял его так здорово, что Боб Вайнштейн с Dimension Films, увидев трейлер, намекнул, что очень хотел бы увидеть целый фильм. Вот такие вот дела. Вот такой вот Мачете-Кортес.